Высказывайте своё мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истинные. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Еще раз добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие радиослушатели. В эфире, как вы уже слышали, как вы поняли, Неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий, Анатолий Червец. Участники, как обычно, все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Ну и вещаем мы на волне 14.30 АМ и на 99.1 FM. Вы нас можете слышать на нашей веб-страничке www.radionvc.com. Можете нас видеть и слышать на нашей страничке Facebook, Radio NVC. Ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале Radio NVC. Такое постоянное напоминание, зайдя на YouTube-канал. Пожалуйста, если вы еще этого не сделали, зарегистрируйтесь, нажмите кнопочку subscribe. Вам это позволит получать все наши последние извещения о наших программах, о наших всяких специальных сообщениях. Ну а нам это даст именно то, что мы будем видеть, что все-таки люди интересуются и нас смотрят и слушают. Ну и последнее, наверное, так говорится, оргвопрос. Это все те вы, которые едете сейчас в автомобилях и слушаете, пытаетесь слушать нас по радио. Если радиосигнал с вами не согласен, пожалуйста, используйте ваши электронные гаджеты типа iPhone, iPad. Загрузите наше бесплатное приложение, вы сможете нас видеть и слышать. Ну а те, которые пользуют платформу Android, пожалуйста, через ваш веб-браузер выйдите на нашу страничку radio.nvc.com и опять же сможете нас слышать. Ну вот, вроде бы, все условности мы огласили. Ну а сейчас, наверное, самая главная, самая первая тема, которая сегодня, ну, как минимум на устах у всех, это, конечно же, факт того, что господин Эпстин покончил жизнь самоубийством. Такая неприятная история. Давайте я приму звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Анатолий, мы просили вас об этих паузах, ну, пожалуйста, поговорите с Сережей, ну, снимите это жужжание-гитара, противная пауза, ну, противная она, извините просто. Вы, простите, вы имеете в виду, ну, не вешайте трубку, я же хотел вас задать вопрос. Я просто не понимаю, о каком жужжание-гитара вы говорите, поэтому я, мы ничего не предпринимаем. Поэтому в следующий раз, пожалуйста, позвоните, хотя бы останьтесь на линии, чтобы я мог вам задать вам вопрос. Спасибо большое. И я постараюсь, выслушав вас, вашу просьбу, постараюсь что-нибудь придумать. Итак, смерть господина Эпстин. Вы знаете, самое интересное то, что у очень, у огромного, огромной массы людей это не вызвало никаких сюрпризов, или не послужило никакими сюрпризами. То есть, очень многие люди, с которыми я общаюсь и на Facebook, и на канале YouTube, и вообще так в жизни общаюсь, очень многие мне говорят, ну, это следовало было ожидать. Не может человек, который общался с таким количеством высокопоставленных лиц, богатых и важных в политике, важных в мире. Не может такой человек, попав, как говорится, в поле зрения ФБР, остаться в живых. Ну, и вот именно эту тему я бы хотел с вами обсудить. Мне просто интересно, действительно интересно ваше мнение, что вы считаете по этому поводу. было ли это такое самоубийство, где человек смолодушничал и решил, как говорится, показать всем средний палец. Либо это, может быть, было какое-то заказное убийство, либо это было что-то, может быть, связано с заказным убийством. То есть, версий миллион, просто миллион версий. Спорить ни с одной версией, в принципе, наверное, нет смысла. Почему? Потому что до тех пор, пока мы не узнаем абсолютно четко, что произошло, а вот именно этот факт во мне вызывает огромное сомнение, что мы когда-либо узнаем именно то, что действительно произошло. Ну, вот до тех пор, пока это не станет известно, любой человек может высказать свое мнение. И самое главное это мнение, ну, хоть как-то обосновать. То есть, не просто сказать, а я считаю, что его замочили. Почему замочили? Ну, какая разница, замочили и все. То есть, давайте немножко порассуждаем. Мне просто интересно, опять же, ваше мнение. И я, конечно же, выскажу свое мнение по этому поводу. И, ну, посмотрим, посмотрим, к чему это приведет. Но это не единственная тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Поэтому просто я хотел с этого начать так, чтобы, как говорится, с глаз долу и сердце вон. Вот у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Еще одна тема. Говорите, пожалуйста. Не говорите, окей, не дождался человек. Итак, мое мнение по этому поводу, конечно же, совпадает с очень многими мнениями. Которые говорят о том, что все это было не случайно. Если мы примерно представляем себе, на каком уровне общался этот человек, с кем он общался, с кем он был знаком, кому он, как говорится, делал одолжение или в чем-то помогал. Причем я не имею в виду в чем-то хорошем. Это, конечно же, были, ну, довольно подозрительные связи. Так вот, человек, общающийся на этом уровне, который знает очень много об очень многих, скорее всего, его смерть была скорее выгодна этим людям, чем не выгодна. Итак, ну, мы все знаем о том, что, как минимум, он общался с Биллом Клинтоном, общался очень плотно, тесно, вплоть до того, что он предоставлял свой самолет для полетов Билла Клинтона на свой частный остров. А что там происходило на этом острове? Ну, есть догадки, есть некоторые факты. Так что это первый, ну, будем говорить так, подозреваемый, как говорится, или человек, которому смерть Эпстина была выгодна. Ну, точно так же вы все слышали о том, что он имел очень тесные связи с бывшим премьер-министром Израиля, Игудом Бараком. Опять же, очень много денег гуляло туда-сюда между ним и Игудом Бараком, и компанией или организацией Игуда Барака, где были замешаны большие деньги. Ну, и кроме этого были, да, назову имя Дональда Трампа, который, хотя он не был, мы не можем сказать, что Трамп с ним общался, или Трамп был в его, как говорится, кругу общения. То есть, мы знаем абсолютно четко, что Трамп некоторое время тому назад являлся, то есть, мы знаем, что Трамп владелец гольф-клуба Мара Лагу во Флориде, членом которого являлся покойный Эпштин. И именно из-за его поведения и из-за того, что он там вытворял по отношению к молодым девочкам, он был исключен из этого клуба. У него был отобран его членский билет, и больше нет никаких точек соприкосновения между ним и Трампом, поэтому я не думаю, что Трампу есть что-либо, о чем он бы очень сильно переживал. Ну, а дальше, опять же, по списку, то есть, что получается, мы все прекрасно понимаем, что если бы началось серьезное расследование, то есть, пока что ему просто вынесли обвинение. И обвинение ему вынесли на почве того, что выступило несколько женщин, которые в свое время, в молодом возрасте, тем или иным образом становились сексуальными наложницами или рабынями в организации Эпштин. И они выступили, очень многие из них, по крайней мере, обвинили его в том, что он занимался продвижением проституции, он занимался именно, причем проституцией, именно малолетних девочек. И, в общем, вы прекрасно понимаете, что после того, как ему было выдвинуто обвинение, обвинение, и после того, как он якобы попытался покончить жизнь самоубийством, первый раз, скорее всего, это была, опять же, попытка убийства, не сработавшая, он, то есть, я так понимаю, что он прекрасно понимал, он человек не глупый, он прекрасно понимал, что ему придется вложить очень-очень много знаменитых людей, очень таких серьезных людей у власти, и одно из двух. И тут может мнение раздвоиться, и вот поэтому мне бы было интересно послушать, что вы думаете по этому поводу. То есть, одно мнение бытует в том, что он, понимая то, что ему придется вложить очень много известных людей, что он сам решил пойти на то, что покончить жизнь самоубийством, ну, и второй вариант, это то, что, видно, ему предложили это сделать в обмен на что-то. В обмен на что, мы можем только догадываться, и мы, скорее всего, об этом узнаем в дальнейшем, когда пройдут дела, судебные дела по разбирательству в том, в чем же все-таки он был замешан, где жертвам дадут возможность его судить гражданским судом, и на этом он бы потерял очень много денег, вернее, не так он, как его семья, которая является наследниками его денег, поэтому я думаю, что вот именно в связи с этим и ему предложили, как говорится, взять все грехи на себя. Что еще могу сказать по этому поводу? Значит, конечно, сейчас во-первых, выступил наш генеральный прокурор по этому поводу, где он сказал, что он абсолютно просто поражен тем, давайте возьмем звонок, добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло? Он, наш генеральный прокурор был просто поражен той ситуации, которая сложилась вот в этом тюремном заведении, это, как мы это называем, КПЗ, это камеры предварительного заключения, где нарушители ждут времени суда, ну и потом в дальнейшем приговора, после чего они уже отправляются в зависимости от того, сколько им дали и где они должны быть наказания, они отправляются по тюрьмам. Добрый вечер, вы в эфире. Вот еще одна линия. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел спросить, а он повесился на чем, как он повесился? Что-то как-то бы я, что-то не пишет четко. Ну вот, вот, это хороший вопрос. Четко не пишут, как он повесился, везде в основном фигурирует фраза покончил жизнь самоубийством. Как он повесился, можно, если он повесился, можно только догадываться, потому что, опять же, вы понимаете, непонятная ситуация в том, что, когда он попытался, якобы, первый раз покончить жизнь самоубийством, его перевели на, так называемый, suicide watch, то есть, это специальная программа, где заключенные находятся под постоянным наблюдением тюремщиков. То есть, во-первых, самое главное, самое первое, это то, что у них в камере нет вообще ничего того, что могло бы быть использовано для самоубийства. Нет ни наволочек, ни простыней, ни шнурков, ни ремней, ничего абсолютно. Вплоть до того, что кровать прикручена к полу, ну, койка или нары, то есть, есть вот такая, и за ними наблюдают буквально каждые 15 минут, за ними наблюдают, плюс, в их камере постоянно горит свет. То есть, там невозможно, просто невозможно ничего с собой сделать так, чтобы никто этого не заметил. Но, интересный факт произошел тогда, когда его почему-то вдруг через неделю или там шесть дней после того, как его поставили на вот этот Suicide Watch, его сняли с этого Suicide Watch и перевели в так называемый специальный юнит, где уже не настолько все строго и не настолько все стерильно. Добрый вечер, вы в эфире. А, добрый вечер? Добрый вечер. А, знаете, я на фокс-канале, меня Ирина зовут, а я на фокс-канале читала, что он таки повесился, на пастыне, привязав ее к верхушке кровати. Ну вот, вот, интересная вещь, то, что я, Ирина, спасибо вам огромное, спасибо. Вот в том-то и дело, интересная вещь, что его взяли и перевели из вот этого Suicide Watch юнит, где не было никаких простыней, ничего того, что он мог бы использовать, его перевели в юнит, в котором, несмотря на то, что за ними наблюдают намного пристальнее, чем в так называемом общем зале, но, тем не менее, в этом юнити ему уже дают простынь, ему уже дают наволочку, то есть, постельное белье и так далее. То есть, да, вопрос стоит в том, что если он повесился сам, тогда вопрос, кто его перевел, вот, кто принял решение перевести его из Suicide Watch в этот следующий юнит, где нет такого строгого наблюдения. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. По поводу того, что его перевели, я вчера слышала несколько, интервью, вернее, с несколькими специалистами в области тюремных всех этих дел, говорят, что они, несколько человек сказали одно и то же, что больше, чем на неделю не ставят на Suicide Watch людей. Почему-то у них есть какие-то ограничения. Это момент один. Момент второй по поводу мнения, я не сомневаюсь, что ему помогли уйти в мир иной. Я точно так же не сомневаюсь, что мы никогда не узнаем правды. Абсолютно. умничка, я с вами абсолютно согласен. Никогда нам ничего не скажут. Ему помогли, безусловно, на каких там условиях и как, и что, что. Или физически помогли, или обещали что-то его семье дальше, трудно сказать. Но я послед... Много людей обсуждает это. И последние несколько дней я не встретила ни одного человека, который бы считал, что вот он действительно сам. Что он просто взял из бухты барахты покончил с собой. Да, да, он... Ну, там много ясностей. Он, в принципе, уже был наказан и вдруг это дело решили открыть снова. да, согласен. Вот это очень подозрительный момент. Он уже получил то, что называется его поручком. Ему уже дали. Ну, да. И вдруг... Ну, там история темная, замешаны, видимо, такие люди, что... Никогда мы ничего не узнаем. Знаете, как убийством Кеннеди. Будем догадать будут. Ну, да, в меньшей степени, безусловно. Как так называемые, если вы слышали о таком, список Клинтон. Да, ну, где-то у них там 46 значит 47. Ну, да, что-то типа этого. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Будьте здоровы. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Какой моральный облик сильных мира сего, с которым мы должны дать пример, здесь они замешаны в таких делах. Это просто они в такие ворота не лезут. А у меня... У меня... Подождите, секундочку. Я вам дам высказаться. А у меня к вам встречный вопрос. А кому, если не сильно мира сего вести себя вот таким неблагоприятным образом? Кому, если не им? Ну, это ни в какие ворота не лезет. Они же говорят, что вот какие они, какие они, какие есть, и какие... И мы должны стать мы тоже такими веществами и порядочными. Ну, да. Да-да-да. Типа того. Но вы видите, вы правильно сделали паузу. Почему? Потому что я бы тоже не знал, как ответить. Я знаю, как задавать вопросы. А вот ответить... Я вообще бы знаю. Да. Ответить на него очень тяжело. Почему? Потому что действительно, к сожалению, степень, уровень вседозволенности на определенных, как говорится, этажах высотного здания, он просто зашкаливает. И самое интересное то, что в принципе с этим никто не борется. Борется только вот на этом уровне, где ну вот поймали, ну теперь иди и убивай себя. Рот держи на замке, потому что если откроешь рот, тебе еще хуже будет. Тебе и твоей семье и так далее. Ну вот это можно еще добавить. Пожалуйста. В целом, в целом, культурный, моральный уровень страны очень низкий. Если женщины, молодые и красивые, обнажают голый зад в центре Нью-Йорка, для того, чтобы продемонстрируют свое неуважение к президенту, и аналогичные другие поступки, то какой же моральный облик вообще всей страны? не только стильный и красивый. И еще, я не могу понять, какие-то женщины его обвинили. Это было тысячу лет назад, как с Эйкштейном. Если посмотреть фотографии Эйкштейна, так все, кто его обвинили, они на него вешаются, а не он на них. И вдруг они заявляют, что человека сажают в тюрьму. Но сначала докажите, почему нужно сразу человека сажать в тюрьму. Это мне совершенно не понравилось. Вот на это я вам могу ответить. Значит, вот дело не в том, что женщины вдруг появились, которые его обвинили. Дело в том, что если бы это были просто женщины, скорее всего, произошло бы то же самое, что произошло с Эйкштейном. Ну, поговорили, поговорили, забыли и поставили на нем крест. Тут проблема в том, что это были молодые девочки по 14-15 лет. Вот в чем дело. Они были только молодые, а когда они предъявили обвинение, они были уже не молодые. Где вы были раньше? Где были ваши родственники? Где были ваши адвокаты? Почему вы вспомнили через что-то это было? Не-не-не-не, молодой человек, молодой человек. Я извиняюсь. Я с вами... Я уже не молодой. Тем более молодой человек. Потому что возраст это ровно то, насколько вы себя чувствуете. Но, кроме всех этих дел, смотрите, что получилось. Вы же знаете, что его уже в 2003 году уже на него заявили. То есть 15-16 лет тому назад. Просто в тот момент вот этот Элекс Акаста, это человек, который на то время был генеральным прокурором, он сделал все для того, чтобы этот Эпстин получил ну просто минимальнейший срок. Там вообще ни о чем. 13 месяцев в лагере с усиленным питанием. Понимаете? То есть, об этом уже знали очень давно. Я до сих пор пытаюсь найти причину, по которой они опять раздули этот костер. если посмотреть дело Вангштейна, так оно фактически рассыпалось. Человек разорван, человек отсюда выгнан, он несчастный, а эти самые, которые на него вешали, довольные и счастливые. Где нормальная законность, я не могу понять. Почему нужно так поступать с человеком, если вдруг кто-то его в чем-то обвиняет? Докажите сначала. Да, да, я с вами согласен. Я первый, который буду двумя руками бороться за презумпцию невиновности. Нельзя. Он почти что президент, когда он связался с какой-то негритянкой в Нью-Йорке, его сразу кутузку, надели на него одежду как-то сумасшедшего, и он еле-еле выбрался потом оттуда. Да, да. Нет, я же говорю, я абсолютно двумя руками за презумпцию. принимать восстание против женщин. Дорогие друзья, я прошу прощения, я вас сейчас должен прервать, потому что нас по-любому прервут. Оставайтесь с нами. Спасибо большое. Ну вот, мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Еще раз, я Анатолий Червец, его ведущий. Номер телефона в студии 847-400-5200. Все линии горят. Давайте перейдем к телефонным звонкам. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам немножко не по теме вопрос. Пожалуйста. А слышно ли что-нибудь от Бара по делу Мюллера, когда оно закончилось, что расследовать расследователей. Если вы что-то слышите, расскажите нам. Обязательно, обязательно. Дайте мне буквально пару минуток. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, ответьте мне на такой возможный глупый вопрос. Вы человек умный, и дальше не буду о вас говорить. Убрали, например, или он сам ушел обвиняемой жизни. Дальше что? Пострадавшие остались. Вы понимаете? Факты остаются. Что же сейчас будет? Этих всех тоже надо убрать для того, чтобы открыть другое дело, а это закрыть, искать, кто их убил. Нет, там будет немножко по-другому, я вам сейчас быстренько объясню, вкратце. Вы понимаете, человек, прошу прощения, человек, который должен был бы давать показания, это был именно господин Эпстин. Так как его нет, дело не закрывается. Почему? Потому что буквально за прошу прощения, буквально за несколько дней до его первого попытки самоубийства, первые попытки, вышли в свет очень многие показания, данные, документы, которые подтверждают его деятельность и то, с чем он был связан. Эти документы, единственное, что в них не указано, это фамилии людей, которые участвовали в этих оргиях или в этих сексуальных играх и так далее. то есть, что получается, значит, этот человек покойный Эпстин, он уже больше никого подвезти под монастырь не может, а все остальные документы, то есть, показания этих девочек, показания, ну, девочек, которые тогда были девочками, сейчас они взрослые женщины, их показания, я думаю, что там будет сейчас очень серьезно проводиться работа по подкупу этих женщин, потому что, ну, насколько я понимаю, те, которые, как говорится, выступили с претензиями, сравнительно их не так много, то есть, люди, которые в этом замешаны, я больше чем уверен, что, во-первых, в худшем случае это будут подкупы, а в лучшем случае это будут либо запугивания, либо подкупы судей и прокуроров, в общем, я не вижу, честно, так как нет основного свидетеля, и все остальное, это, как говорится, косвенные, так называемые косвенные улики, я не думаю, что это куда-то очень сильно раздуется, поэтому, ну, наверное, игра стоила свеч. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Анатолий, это Марк Зенец. Да, Марк. Я хотел несколько фактов озвучить, вы их, по-моему, или я пропустил, но вы о них не говорили. Пожалуйста. дошло, тут я получаю с разных концов, значит, первый факт, когда его сняли с Силу Сайд Воч, убрали все камеры, то есть, были камеры в коридоре, и, возможно, они могут увидеть, или к нему кто-то в камеру ходил, но к камеру к нему, камеры вообще были скатаны. Второй факт, накануне его, так называемого самоубийства, его напарника из его камеры перевели не только в другую камеру, а в другую тюрьму, то есть, он исчез. Третий факт, когда, почему Костов ушел от Трампа, потому что, когда он вел это дело, на него было такое давление, это тоже факт, который озвучили, такое давление, и такое, и так его запугали, что у него не было выхода. Так же, думать о своей жизни, о своей семье, у него не было выхода, чтобы он был не был. И хочу я закончить, что у меня появился ранее очень такой шиточкой. Я думаю, теперь Путин может создать дело Магнитского и заплатить въезд в Россию в Сен-Копомешен смерти Обстейна. Да, наверное, да, это хорошая шуточка. Спасибо вам огромное, вы, конечно же, абсолютно правы, все эти факты имели место быть, его товарища по камере перевели вообще в другую тюрьму, за день до вот этого самоубийства якобы камеры были сняты. Мало этого, почему-то тюремщик, который по идее должен был за ним наблюдать, вести наблюдение, почему-то этот тюремщик вдруг очень резко устал, якобы работая пять дней подряд овертаймы. ну, я такой глупости в своей жизни не слышал, представляете, значит, тюремщик устал и перестал вести наблюдение, потому что он пять дней работал овертаймы, а больше там в тюрьме, кроме него никого нет, чтобы его заменить и поставить наблюдение, то есть, давайте говорить так, вот в этой тюрьме, которая называется Metropolitan Correctional Center, то есть КПЗ, в этой тюрьме таких, так называемых, высокопоставленных в кавычках заключенных буквально раз-два и обчелся, но два месяца тому назад в этой же тюрьме содержали Эль Чапо Гузман, это мексиканский наркобарон, который сидел в этой тюрьме, ожидая своего приговора, то есть, вот Эпстин, это первый, как говорится, птица такого полета со времени Гузмана, почему-то Гузмана они сумели, человека, который сбежал, по-моему, там что-то из четырех или пяти мексиканских тюрем, подкупив тюремщика, водителей, летчиков, в смысле, пилотов и так далее, здесь они смогли его удержать, чтобы на него не было покушения, чтобы его там где-нибудь преждевременно не грохнули, а тут Эпстин, который в принципе, он же не ну, как сказать, он же не жизнеопасный преступник, то есть он никого не убивал, он никого не травил, ну, да, он был замешан в очень серьезных деяниях, но, тем не менее, как это так, не заметить то, то есть не поставить усиленные наблюдения, не поставить добавочно людей, которые бы вели это наблюдение, то есть вы же понимаете, все это тайно покрытое мраком, но тем не менее сшитое белыми нитками, другой разговор согласен со всеми, кто сказал, что мы об этом никогда ни о чем не узнаем, мало этого, уже было выступление одного из официальных лиц, представителя судебного расследования, то есть ФБР, где уже известно о том, что огромное количество документов уже исчезли, исчезли, испарились, где-то пропали, где-то непонятно куда они делись, в общем, ну, мы понимаем прекрасно, что да, пошумят, пошумят, ну, а как в той злой пословице, умер Максим, ну и с ним, вот, так что, ну, что я могу сказать, с одной стороны, мне его не жалко абсолютно, так как все то, чем он занимался, в принципе, уже было доказано, меня просто интересует один вопрос, на который я логически не могу найти ответа, это, почему решили возбудить это дело сейчас опять, это дело уже было рассмотрено и закончено почти 15 лет тому назад, для чего его нужно было опять раскрывать, для чего и кому нужно было, чтобы этот Эпстейн, покойный, ныне, прилетел из Франции на своем самолете, неужели он не понимал, куда он летит, неужели он не понимал, что может произойти, не понимал, вот это я не понимаю, то есть, его смерть кому-то нужна была еще до того, как он был задержан в Нью-Йорке, прилетев туда из Франции, то есть, кому-то эта смерть была нужна, то есть, он, видно, будучи живым, даже при том, что уже закончился процесс, он кому-то очень серьезно мешал, но в этом случае тогда у меня вопрос, почему его нельзя было где-нибудь просто шлепнуть и, услышали бы, что вот во Франции там в ДТП погиб и так далее, зачем нужно было устраивать весь этот цирк, не понимаю. Добрый вечер, вы в эфире, может, вы ответите на этот вопрос? Алло? Да-да, говорите, пожалуйста. Нет, я не могу ответить на этот вопрос, я просто понимать, я специально сейчас сижу, прочитал сообщение по поводу, когда он первый раз хотел покойиться убийством, и до этого он, понимаете, адвокат подавали о том, что под домашний арест, они признают себя виновным, макет, убийств, не послушки убийц, люди наседине, какого что угодно делают, их отпускают спокойно под домашний арест, кто-то под залог, и мы не отпустили. Понимаете, странно, просто такие вещи, которые непонятно происходят, как бы вся система, броксистема. Да, да, ну, видите как, они это все подвели как раз именно с тем, что его не отпустили, они это очень красиво подвели под то, что он очень богат, и у него там 16 паспортов, что он является, даже при том, что он пообещал, вернее, согласился заплатить почти миллиард долларов как залог, его все равно не отпустили. То есть, теперь мы понимаем, почему. А как в отношении то, что он сказал, что не несетим по поводу это Читых и Клинтон? Ну, конечно. Клинтон. Кони, вот вам и все, вот вам и весь ответ. Мать, и просто Клинтон, вы сами знаете, 90-х когда, сколько люди погибло, непонятно что. Да. И тем, чем да. И естественно, были связаны и женщины, которые были в отношениях и Клинтон тоже погибли. И люди, которые сообщали, а Клинтон, они все-все, как бы, между прочим, так в несчастном случае. Да, абсолютно. Спасибо большое. Добрый вечер, вы в эфире. Да, Толя, значит, имейте в виду, уже в отношении вот этих двадцатилетия, а еще так, что Клинтская система все покупается, все продается. Да. И секретов нет. Да. И никто самое интересное и не собирается задавать никому вопросы. Вот что самое интересное. Ну, ладно. В общем, в нашей ситуации я понял только одно. Мы все, в принципе, согласны о том, что произошло и как произошло. Единственный, я же говорю, у меня вопрос, это почему ему дали прилететь в Америку вместо того, чтобы шлепнуть его где-нибудь во Франции. Не понимаю. Ну, ладно, далее и далее. Ладно. Итак, следующий вопрос, который меня попросили немножко уделить время, это то, что там происходит с расследованием расследователей и так далее. Итак, какие у нас появились за это время новости? Значит, новость номер один состоит в том, что Министерство юстиции выпустило, вернее, опубликовало некоторые так называемые 302. Что такое 302? Это кодовое название документов по допросам. Мы знаем все прекрасно о том, что происходили допросы в свое время, даже ну вот в то время, когда допрашивали Брус Ор, это человек, который шел по счету, то есть по ступеням, он был на четвертой ступени сверху в Министерстве юстиции. Это был четвертый человек Министерства юстиции. Были опросы его жены. Были опросы хозяина компании Fusion GPS. Это та компания, которая добывала всю вот эту грязь на Трампа по просьбе и по заказу, оплаченному заказу Клинтона. Так вот, первое, что выяснили из этих документов допросов, это то, что на сегодняшний день выглядит так, что вот этот английский шпион Стил, он вообще был ни при чем к этому досье, хотя его на все называют Стил досье, судя по опросам, он никакого отношения к этому досье не имел. Это досье было состряпано абсолютно уже четко женой Бруса Ор, женщиной Нелли Ор, которая работала в компании Fusion GPS, которая добывала всю эту грязь якобы и хозяином этой компании Гленом Симпсоном. То есть, вот эти два человека, которые уже явно по вот этим документам явно видно, что состряпали вот это грязное досье именно вот эти два человека. Теперь вопрос, при чем здесь Christopher Steele, при чем здесь разведчик английской разведки Ми-5 и почему его имя на этом досье. Так вот, теперь выстроилась очень четкая цепочка о том, как информация в этом досье была получена кем, когда и куда она делась. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Я знаю, что Эпштейн много денег жертвовал разным колледжем на разные выборные должности, демократам в основном. Они вернут эти деньги государству или еще куда-то или по стардавшим или это так и пропадет? Ну, я не знаю, на колледже оно вроде бы не пропадет, это будет... Колледж вообще должен вернуть, потому что это не такие деньги, они не должны брать колледж. Ну, вы знаете, я не знаю, или сегодня... Если колледж порядочный, должен вернуть? Ну, опять же, колледж... Я не знаю, я вам скажу честно, то есть, вроде бы, ну, как бы по морали, да, по... в принципе... По морали должен вернуть? По идее, должны вернуть, но, конечно же, мы понимаем, что они не вернут, это будет засчитано как пожертвование... Пожертвование, Единственное, я могу сказать абсолютно сто процентов точно, что убили его не за те пожертвования, которые он давал колледжам. Кстати, Камела Харрис принимала пожертвования, когда она шла судье или кем-то от Данного до Трампа, он тоже пожертвовал на деньги, она вернет эти деньги. Точно так же, как и Чак Шумер, между прочим. Он тоже должен вернуть. Да, точно так же, как Нэнси Полоси, точно так же, как... Хотя я тебя не люблю, не знаю, возвращайте твои деньги. Да, 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 ну, посмотрим. Может, они будут субсидировать его перевыборную компанию, кто знает. Спасибо вам большое, спасибо. Итак, значит, что выяснилось четко? Теперь следите, как говорят на персточнике, следите за руками. Значит, Нелли Ор и Глен Симпсон пишут вот это грязное досье. Почему? Им Клинтон заплатила, если я не ошибаюсь, по-моему, 9 миллионов за то, чтобы они накопали всякую гадость на Дональда Трампа. Они решили, зачем нам кому-то, с кем-то делиться этими деньгами, мы это сделаем сами. Кто об этом будет знать? Они пишут вот это досье. Теперь, для того, чтобы этому досье придать, как говорится, важность и достоверность, они берут вот этого Кристофера стила и просто используют его имя для того, чтобы это досье теперь получило как бы такую легитимизацию, потому что это досье якобы теперь было написано или найдена информация была получена значит шпионом британской разведки, у которого в свое время были связи в России он использовал это все якобы он использовал эти связи в России для того, чтобы накопать вот это досье теперь для того, чтобы как-то зарыть следы того, как это все происходило это досье начало передаваться из рук в руки сначала оно попало в руки Маккейна покойного почему? потому что он все-таки якобы республиканец Маккейн это досье передал в Клэперу Клэпер это досье нет не Клэперу он это досье передал Брэннону Брэннон это директор ЦРУ Брэннон якобы это досье передал Клэперу который является секретарем или как его там называют директор национальной разведки оттуда это досье якобы попадает в руки Коми который являясь директором ФБР это досье на основании этого досье заполняет аппликейшн на слежку за этим картером пейджем несет это досье на подпись это аппликейшн или не досье прошу прощения несет аппликейшн на подпись первая кто подписала этот аппликейшн была Сэлли Йейтс на тот момент одна из государственных прокуроров назначенных Обамой она подписала первое досье потом это досье подписал Коми второй раз потому что каждый месяц это досье нужно было обновить вернее это аппликейшн нужно было обновлять и потом в конце концов Коми уже получив это досье от Клэппера он во-первых на одной из аппликейшнс он написал что эта информация полностью проверена и имеет абсолютно твердую почву под собой и вот с этой подписью они понесли этот аппликейшн первому судье Файзакорд а потом где-то через три или четыре месяца абсолютно знает точно что это досье никем не проверено и никем не подтверждено он идет он я имею ввиду Коми идет к Трампу на частную беседу и якобы в этой частной беседе он говорит о том что это досье не проверенное давайте мы в этом месте прервемся на пару минут послушаем рекламную паузу и обязательно вернемся обратно ну вот дорогие друзья мы и вернулись в наш последний как говорится крайний сегмент на сегодняшний вечер поэтому постараюсь вложить как можно больше информации именно в этот сегмент насчет все-таки расследования и так мы закончили там где коми пришел к Трампу через три месяца после того как уже было известно что это досье абсолютно не имеет никакого отношения к стилу что это было просто состряпано работниками фьюжн дипс информация которая была якобы получена абсолютно не была проверена и никем не собиралась быть проверена вот после всего этого коми пришел к Трампу и сказал ну информация не проверенная поэтому а вы помните да о чем сказал коми о том что у него появилась информация о том что русские сдали Трампа с потрохами в отношении того что вот постель на которой спала Обама Трамп вызвал в эту комнату двух проституток которые ну во первых обмочились там обмочили эту постель ну и в общем занимались всякими непотребными делами так вот именно об этой информации коми заявил Трампу и сказал что ну хотя мы не уверены потому что эта информация не проверенная и так вот теперь начинает выстраиваться цепочка абсолютно стройная о том что произошло с чего начался вернее с чего началось вот это расследование по поводу так называемого Russian Калужин которого конечно же никогда не было и никто сегодня я думаю что кроме демократов никто сегодня не сомневается в том что это все было притянуто за уши демократами которые пытались просто причем не всеми демократами я не имею ввиду я никогда огульно ни о ком не говорю но вот этой верхушкой министерства юстиции и ФБР вот это люди которые пытались так называемый устроить такой молчаливый переворот в белом доме то есть это то что мы уже знаем на сегодняшний день абсолютно точно то есть это было опубликовано генеральным инспектором горовцем вот эти вот триоту вот эти показания документы которые были получены в ходе следствия по поводу вот именно расследования расследователей так что это вот такая самая как говорится последняя новость то есть мы теперь знаем цепочку это начиная с Глэн Симпсон директор Fusion GPS Нелли Ор жена человека под номером 4 в министерстве юстиции господина Ор ну и там уже пошла Сэлли Йейтс бывший государственный прокурор Коми директор ФБР Стив Брэннон прошу прощения Джан Брэннон директор ЦРУ и Клэппор директор NSA вот такая выстроилась четкая цепочка по поводу этого теперь дальше происходит что-то вообще непонятное что-то какое-то фантасмагорическое почему потому что недалее как 10 дней тому назад если вы помните кто такой Питер Страк если вы помните кто такой Эндрю Маккейб если нет я вам напомню Эндрю Маккейб он был зам директора ФБР а Питер Страк был лидирующим следователем по делу вот именно Russian так называемого это человек который находился в любовных связях с Лисой Пейдж они оба Лиса Пейдж была одним из адвокатов ФБР а Питер Страк был лидирующим следователем ФБР так вот Питер Страк и Эндрю Маккейб оба подали в суд на Федеральное бюро расследований объясняя свою подачу в суд тем что они считают что их уволили незаконно мало этого Питер Страк требует по суду чтобы ему вернули позицию лидирующего следователя в машине ФБР а Эндрю Маккейб которого если вы помните его выгнали буквально за два дня до того как он мог получить полную государственную пенсию так вот он теперь судит за то чтобы ему восстановили его полную государственную пенсию ну и вот такая вот абсолютно то есть вы знаете ну если честно я не думаю что у них из этого что-то получится то есть они как-то пытаются хотя уже известно о том что Питер Страк завел страничку в фейсбук гофандми пейдж где он уже в ней собрал около полумиллиона долларов только непонятно на что на свою на защиту в суде либо на как говорится себе на пенсию не знаю не понимаю и то же самое с Эндрю Маккейб он тоже организовал себе страничку в фейсбук гофандми пейдж где он тоже собирает деньги тоже собрал что-то чуть больше полумиллиона долларов но тем не менее вы представляете себе вот эту наглость которая как говорит когда-то в союзе была такая пословица наглость это второе счастье так вот это нужно было иметь такую наглость чтобы после того как вас уволили значит если вы помните Эндрю Маккейб уволили по рекомендации генерального инспектора хоровца за то что более чем пяти или шести допросах хоровца Эндрю Маккейб просто соврал чисто соврал во всех этих шести допросах и поэтому Горовец дал рекомендацию о том что этого человека нужно уволить из вообще с государственной службы из рядов ФБР за нечестное отношение к своим обязанностям и за превышение полномочий вот такая была формулировка генерального инспектора теперь по поводу Питер Страк формулировка была еще но там было немножко как-то интереснее потому что там Малер предложил свою руку Маккейб не был человеком Малера а вот Питер Страк он таки действительно был человеком Малера и что Малер сделал вместо того чтобы Страка уволить он его сначала перевел на другую должность а потом лишь его уволили так вот теперь немножко непонятно он пытается получить свою должность с которой его именно уволили или он пытается получить должность с которой прошу прощения его перевели на другую должность пока что об этом еще никто ничего не говорит точных до данных нет как только они появятся ям обязательно них сообщу но пока что концовка манечка состоит в том что и тот и второй пытаются подать в суд на фбр и на департменов джастас говоря о том что они считают что их уволили незаконно как они собираются с этим бороться честно без понятия но как говорят время покажет посмотрим что из этого получится это то что касается расследование расследователь теперь то что касается давайте немножко буквально вот у нас есть минут 15 наверное чуть меньше давайте поговорим о том какие же все-таки сегодня идут ведутся разговоры по поводу ограничения в получении оружия и все таки чего требуют демократы и чем на что соглашаются республиканцы так вот демократы конечно же не соглашаются ни на что кроме как жесточайших законов по либо конфискации этого оружия либо по ограничении в его покупке на что республиканцы заявляют абсолютно четко о том что никто не позволит издеваться над второй поправкой вторая поправка должна остаться в силе единственное на что республиканцы согласны пойти так это на то чтобы немножко поменять правила получения вот той карточки о которой я вам рассказывал то и фойт карт это файр арм он еще пойди как вот для того чтобы эту карточку получить республиканцы согласны на то чтобы немножко ужесточить меры или критерии по получении этой карточки ну опять же разговоры идут солдат спит служба идет пока что все пользуются именно этой ситуации для отрабатывания своих амбиций и для зарабатывания политических очков и пока что абсолютно ясно что никого не интересует то что произойдет в дальнейшем с этими массовыми убийствами как их избежать как их предупреждать но интересная вещь давайте примем звонок добрый вечер а вы в эфире они еще раз добрый вечер подок сказать оружие пожалуйста возьмем город чекаха на стуках на самые будем так строгие закона в отношении оружия до на самом большое количество убийств по и ранений вот если взять в принципе все городах в америке да вот ну просто а если на душу население других городов больше то по количеству вот и то что то что они рассказывают происходят где-то как бы это неожиданно возьмите с лодку за обыкновенный кончик ага убиты бывают еще больше чем за это убили и соответственно ранено где-то 23 побивает было 15 и текущий 570 еще ранят и для каждого выходные абсолютно и абсолютно проблем нет у всех у них осторожнее об этом молчат и все же ну да тут же интересная вещь получается вопрос же состоит в чем ну хорошо они у меня заберут оружие я могу это понять почему потому что я стреляться из-за этого не буду если будет издан закон мне придется мое оружие сдать но у меня вопрос я хочу посмотреть на то как они собираются отбирать оружие у вот этих бандюк вот это мне интересно посмотреть каким какой силой на каких танках и на каких броневиках они собираются заезжать на южную сторону города чикаго и от силой отбирать оружие у вот этих бандюков которым абсолютно пофиг их застрелят не застрелят они кого-то убьют их это меньше смотреть да реально на вещи у нас уже третий мэр вот это происходит уже принципе сначала уже или потом было романуэль сейчас у нас новая подбивается абсолютно и никто ничего не делал наоборот чуть меньше чуть больше но тоже там происходит иначе сейчас убивать просто и молодежь и расстрелят ценными сильными раньше как было убивали определен капуто хансера сейчас вообще распределив всех детей вот и женщины всех подъезжают расстрелять всех и не просто ночью или вечером и днем нормально как бы или которые когда читают нормальные рима это не то что там облако соусает а это так или где более менее люди там нормальные люди живут и более меня нормально люди живут но я вам скажу такую вещь смотрите буквально после того вот после тех выходных прошлых когда в чикаго застрелили 7 и ранили 46 или что-то в этом роде лори лайтфуд мэр нашего города она создала пресс-конференцию да по поводу того что трамп в своем твиттер написал что в городе чикаго убили столько-то и ранили столько-то и никто даже левой рукой не чешется о том как дальше обезопасить жизнь жизнь жителей города чикаго так вот единственное на что хватило мэра города чикаго я даже не могу искать нашего мэра потому что я не живу в чикаго я имею ввиду в городе моя зовут я живу чикаго так вот наша ваша мер сказала вместо того чтобы как-то обрисовать план того что они собираются сделать все-таки чтобы обезопасить своих же граждан все что она могла сказать она сказала мне не нужны советы от людей которые не живут в моем городе нормально ну да я просто она уже 100 дней у вас абсолютно шикаго ничего не изменилось понимать и дать и всегда говорят 100 дней да вот 100 дней власть сегодня власти ничего не делает выступает чего там вот еще стало будем так уже и все такой же бардак как был вот и еще стало больше единство что стало больше дать и но будем так мягко говорят что начали больше раскручивать все неправильные ориентации ну не так они нормально ориентация нового с точки зрения как бы ну да не традиционно да это стало раскручивается намного больше всего ну а я вам скажу что потому что она кто она есть и она единственно не отжимка все очень и другого цента больше никакой нет я поэтому а скажите кто на нее откроет рот на чернокожую лесбиянку кто-то посмеет по нее открыть рот это абсолютно она защита с этим старой кистана еще она не не бритка не хватает если бы были века это было вообще супер бы ну да то нет настолько несчастье на одну голову и никому не пожелаю поэтому ладно уже но если так шутки в сторону то поэтому в чикаго лучше не будет по одной простой причине ей перечить никто не посмеет эдди джансон уже понял что если раньше он собирался уезжать из чикаго бросать эту работу то сегодня он понял такую работу он нигде больше не найдет и поэтому и эдди джансон и это лори лайтфуд они там где касается криминала они абсолютно нормально договорились они подписали мировую по поводу того что она будет вроде бы не мешать арестовывать тех которые замешанных каких-то перестрелках нарушениях но самое интересное то что до сих пор никто кстати где наша это как ее ким факс наш генеральный прокурор государственный где она по поводу того что пацаны которые которые которых ловят с оружием в руках ровно через два часа отдают деньги в залог и выходят и совершают опять же убийство вот что самое интересное кстати у нас 90 процентов нераскрываемости да мне знаково не отражают официально можете почитать политической транзитки и вот это протокол нераскрываемость я знаю да 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 я это все читаю поэтому я же говорю то есть я не понимаю человек трамп ей предложил помощь пожалуйста дай мне знать мы сядем подумаем решим как вам помочь нет мне не нужны советы от человека который не живет в моем городе все . вот как с этим поехала вот и было в нью-йорке на фотографии с таким мэром и лучше конечно переста поехал за своим мужем и жена не так у нас есть но самое интересное да фотография двух мэров деблазио да 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 вы спасибо большое с полностью с вами согласен ну что я могу сказать я не знаю может быть кто-то я знаю что нас очень часто надеюсь что и сейчас слушают люди из города нью-йорк опять же я вам уже как-то выражал свое соболезнование по поводу вашего мэра но после того как я услышал его интервью с шаном хеннеди я вам скажу такую вещь ребята переизбирайте вашего мэра иначе вам удачи не видать такого более наглого такого более мерзопакостного как ваш деблазио честно я вот просто честно мерзопакостно добрый вечер вы в эфире здравствуйте она просто нет где-то попались новости что конгресс получил от банков все документы компании трампа что это значит что это за документы что-нибудь знаете если честно я да и мне сегодня кто-то сказал если честно я еще не знаю поэтому я обязательно проверю завтра у нас будет народная трибуна я к завтрашнему дню попробую чего-нибудь там накопать посмотреть что же нам все-таки произошло я в этом очень сомневаюсь но проверить надо спасибо вам мерзко большое вот так что ну вот в принципе на этом я наверное сегодня буду заканчивать у нас остается буквально минутка чтобы я вас во-первых поблагодарил всех тех которые позвонили которые участвовали которые делают мою передачу нашей передачей намного более интереснее потому что все-таки общаться с людьми намного приятнее чем как говорится с пустым микрофоном поэтому всем вам огромное спасибо завтра в наше обычное время будет программа моя и сергея народная трибуна так что подключайтесь слушайте смотрите будем общаться ну а пока всем замечательного вечера спокойной ночи и до завтра будьте здоровы а